Дорогие коллеги, вот тут первое слово оказалось у нас макросистематикой, а не макросистема. Поэтому некоторые свайные с единички будут посвящены систематикой. Немножко я отвлекусь от современной системы, потому что систематика наука старая. Эти буковки это имена таксонов. Хотя систематика, область знаний типологическая, но с появлением дарвинизма стало ясно, что не обойтись в объяснении естественных таксонов. Это ведь таксоны, эти буковки это таксоны, не обойтись без понятий вальпус. И хотя сейчас мы понимаем, что таксоны, которые тянутся сквозь время, с ними работать невозможно, что таксоны перфинтикулярны времени, таксоны это только светского киетического дерева. Но основание то, что мы теперь не можем после 859 года заниматься систематикой вне эволюции, это вот стало просто таким фактом. Конечно, мы должны понимать, что задачи систематики, как части типологического мышления, отличны от задачи этого генетика. На этой картинке нам безразлично. Высшие растения здесь с харовыми группируются, или с хариофетовыми, или с дегневовыми. Остальных это в странах. Пусть они группируются с любым полтоксоном водорослей. Но тогда, исходя из требований монотолитической системы, нам надо эти водоросли с высшими растениями разбить вот такой таксон хворохитом, создать вот, например, такой таксон, и диагноз такого таксона, может быть, станет беднее, чем вот такого таксона, если этот таксон поддержан большим числом симплизиоморфий, а мы их отбросим, может быть, есть, конечно, признаки, которые объединяют высшие растения с каким-то сестеринской группой, с ближайшими родственниками. Но Владисика нам говорит, здесь может быть единственный признак. Может быть, один нуклеотин. На самом деле, конечно, мы надеемся, что это больше, но может быть, это один нуклеотин. И если мы построим логически правильную, безупречную монофилитическую систему, она может, с точки зрения требований и типологии, быть неудобной, бедной, потому что диагноз станет более бедным. То, чего от нас требует систематика, создать наиболее краткое и наиболее полное описание действительности в системе. Мы потеряем. Ну, и надо понимать, что ближайший родственник может оказаться очень непохож. У него будет, конечно, признак. Какой-то ценопомогния может быть единственная. Поэтому этот родственник будет скрытым родственником. И понятие криптофинных, скрытых родственников, криптофинных таксонов, которое Владимир Степанович Чупов предложил, оно связано с современной системой. Построил логистическую, безупречную логическую систему, мы, может быть, не ответим на какие-то важные вопросы, эти вопросы важные и содержательные, но они находятся за полем современной системы. Итамьевские идеи сразу получили поддержку. И вот это вот дерево, даже скорее наркопка. Ну, идеология и методический акционал, который использовал Геккель для построения этой морковки, как бы пропагандирующийся метод тройного параллелизма. Он с самого начала не был моментом тройного параллелизма. Ну, и мы до него ушли. Вот там, видите, человек у него тоже делится. На вершине морковки Геккеля, конечно, европейская раса, конечно, германская нация, которая дала миру Герта Шиллера, канцлера и профессора Геккеля. Но мы сейчас ушли от такой системы. Ну, развивая геккельские идеи, уже в конце, к середине 20-го века ученые сильно продвигались в применении этой методологии. И здесь показан пример успешной реализации построения генетического дерева на соходах. Они, хотя и не являются растениями, но тем не менее хорошо известны. Вот, применяя метод тройного параллелизма, удалось построить бесспорное генетическое дерево на соходах. Ну, в тот момент монография о носоходках вышла в 50-х годах. Ну, и в 50-х годах происходила деятельность еще двух замечательных ученых. Это фотографии Вазерского и Хенига. Они предложили аппарат, который в момент, когда они его предложили, не работал. Хениг предложил идеологию генетического анализа, но не было признаков, чтобы применять этот генетический анализ. А Вазерский первый понял, что филактическая система будет основана на материале, полученном изучении ДНК. Но тогда не было методов изучения ДНК, других как определение нуклеотидного состава. И Вазерский первый организовал группу, в организационном плане был первый, кто начал систематически изучать ДНК для построения, ну, для изучения эволюции. Хениг был в Германии, а Вазерский в Москве. Ему незнаком был понятийный аппарат Хенига. не был знаком Вазерский с его идеями про ДНК. А у самого Вазерского была только идея, что ДНК нам поможет понять эволюцию. Ну, ты укидывайте. Но не было инструментов тоже молекулярных. Ну, эти инструменты появились только сейчас. Я надеюсь, что Наталья Вадимовна нам расскажет о том, как филогеномика с хениговским генетическим анализом приведет к построению в ближайшее время филогенетической системы. И это будет завершена часть науки. Мы знаем, мы вот видели отцов, основательников генетики. И на нашей памяти будет конец этой науки. Обычно науки бесконечны и систематики бесконечны. Потому что систематика должна группировать, описывать все знания, а с каждым новым инструментом, который изобретают включенные, все больше и больше наше знание расширяется. Не было электронного микроскопа, не были доступны какие-то структуры. И систематика по этому бесконечна. Но филогенетика будет завершена. Потому что рано или поздно мы установим родственные отношения всех генетов. И наука это закончится. В случае автодромных организмов немножко дело сложнее. Потому что дело осложняется тем, что они предстоят комбинацию двух организмов. И это Геккель писал. Он писал, что хвороквасты похожи на манеры. Манеры в корне дерева жизни. А хвороквасты они как манеры. Они по размеру как манеры. Они делятся как манеры. Они окраслены равномерно как манеры. И я не понимаю, почему Геккель не считает созданием теории симпиотической теории. Наверное, потому что германскую расу считал его в вершине манеры. Но другие замечательные ученые тоже участвовали в создании симпиотической теории. Вот Андрей Сергеевич Фамицын, например. Он открыл лишайники и понял, как они организованы. И понял, как эта система работает. И он предположил, что все фотосинтезирующие организмы имеют такое гибридное происхождение. Как колесники. Но потом Клиффорд Саймон писал, что всякие твари... Встретивесь автор в межзвездных пространствах, но вот только колесники самое странное, в которых внутри живут другие. А то, что это реально земная, это вот Клиффорд Саймон не знал. Ну, что надо сделать в этом случае? Надо построить отдельно генетическую систему хозяин и эндосимбионтов. Это понятно. Вот, благодаря своим фотосинтезирующим эндосимбионтам, Кораллы создают, создали и в прошлом времена создавали, и сейчас создали, 2000-километровый большой барьерный риф. Острова в Ахиаде. Это потому, что в них зооксантеллы. Симпиодиниумы, где на пакетилях живут. Мы отдельно можем классифицировать кораллы, отдельно можем классифицировать симпиодиниумы, их симпиодические. Ну и всякие другие животные, которые несут зооксантеллы, фототропных симпионтов. Например, червя конвалюты. Симсогетитера раскопили. Она, червячок, лишённых, да. Понятно, что он живёт только за счёт эндосимбионов. Они образуют маты гаварнистые. Эти червячки и зелёного цвета. На биостанции Ростов их можно видеть. Зелёного цвета гаварнистые маты. Но, тем не менее, если это эндосимбионы животных, как-то мы понимаем, как классифицировать животных, как хозяев, как классифицировать их симпиодов. Где-то это зелёные водоросли. Гидровидис – это зелёные водоросли. Но сложнее, когда это одноклеточные. Мы не всегда поймём. Конечно, если инфлузория трубач забита хворелами, тут не так сложно понять, как их классифицировать по отдельности. Или это, похоже, актиноприливный солнечный актиносфериум. Думаю, если он тоже хворел и мизодит, то разделить их не так сложно. Ну, а иногда сложнее компонент красных приливов, мизодиниум рубрум. Иногда красный прилив ими этими инфузориями фототропными образован. Потому что в этих инфузориях криптофит мендосимбион сидит, а ближайшие родственники мизодиум кулиц – она гетеротропная. В родном мизодиуме они похожи, и морфологически похожи, и генетически они близкие, а вот экологическая роль разная. Ну и есть промежуточная форма между рубрум и кулиц. Вот здесь он сфотографирован. Может одного симбиота и другого съесть. А этот симбиот, если у мизодиниум рубрум этот симбиот постоянный, и можно на свету в таких инфузориях бесконечно долго культивировать, то мизодиниум хамелеон, ну, не долго можно культивировать на свету. Потому что он в пищеварительном поле взял либо зимоненькую криптофитовую, либо красненькую криптофитовую, перевалил, но не до конца. Он сам цитофлазму съел, а пластида ядро и метакондрия останется. И живут несколько недель. Можно культивировать, но не долго. Ну, а сам-то криптофитовый эндосимбион, это ведь все знают, что это матрёшка, что внутри загадочного хозяина криптофитового находится, ну как, недоперевалил не назовёшь, но вот находится родофитный симбион, красная водоросль, с рудиментом ядра, вот он не ответный хромосомы, этот вот бонзайный геном родофитного эндосимбиона секвенирован. Ну, и вот этот вот криптофитный симбион, он, значит, оказывается эндосимбионом мезодиниуму руку. Ну, вот такая довольно сложная история формирования сложных вторичных, критичных, четвертичных симбиозов. И вот на этой картинке показано, что здесь уже двойка стоит. Вот тут это единичка, это всё, уже все знают. А вот тут уже двойка. А оказывается, у нас и есть в нашей стране, хотя это пророк на своём отечестве, но есть в нашей стране специалисты, специалисты, которые разобрались в истории этих симбиозов. И вот можно почитать их англоры. Я немножко расскажу о том, как живёт фототрофный гриб. Конечно, говорят, вот диасипон, ну, лишайник. Лишайник – слово. А реально-то, как этому лишайнику, так называемому лишайнику, гиасипа, вырастет. Для этого молодой гриб пророшенный, он в почве, где он в темноте, он должен найти носток цианобактерии. И если он её найдёт, то он её протвортит. Хотя грибам глотать трудно, у них тело покрыто клеточной стенкой. Но он, тем не менее, протвортит её, поместит в паразитофорную бакуоль. И тогда, в таких условиях, бактерия вызовет морфогенез. Он превратится хозяин в такую колбаску, чёрненькую. Лишайник. Ну, что такое слово «лишайник»? Ничего не говорит. А вот то, что это результат морфогенеза гриба индуцированного эндосимбиотической бактерии, которая находится в паразитофорной бакуоль. Другой пример эндосимбиоза. Криптофитовая катаблифорида, то есть та, когда криптофитовая, у которой нет постоянного ротофитного симбиотика, криптофитовая хадела алиникеля несёт в свои клепки зелёную возраст невросильность. И поэтому вполне процветает, то есть, прошу прощения, не процветает, но вполне существует за счёт деятельности эндосимбиота. Но пришло время делиться. Клетка хозяина поделилась, а эндосимбиот только в одной из дочерних клеток. В второй дочерней клетке надо нефросельмица искать заново. Какой угодно не подойдёт симбион, надо нефросельмица искать. В этом отношении с автотропной раковиной амёбой Паулинева задача облегчена. У неё эндосимбиот бактериальный сидит постоянно. При делении не надо заново его в природе искать. И этот эндосимбиот уже, ему тоже, наверное, от этого неплохо, от постоянства. Если всё постоянное, то мы от лишнего избавляемся. И симбиот Паулинева тоже избавился. Если у нормальной цианобактерии 3000 генов, то у этого 1000 генов осталось. Но это, тем не менее, цианобактерия. А у двукофитовых цианобактерии, конечно, ещё видно, что это цианобактерии. Но в них уже осталось 10% от бактериальных генов. Или даже меньше. Размер генома гластиды двукофитовых в 130 км. Это как обновенный типичный параклаз. По размеру и составу. Вот такой ряд из нервных организмов мы составили. Но это ряд морфоамтический. Голукофитовая замечательная тема. Ценофора Фрадокса. Она замечательная тема. На этом дереве нет внешней группы. Но если в поварках тут и так мелко, то мы бы увидели. Но поверьте, что на этом дереве, это дерево построено по набору маркеров пластидных. На этом дереве замечательная ценофора. Группируется с автодропными зелеными, красными. И еще группы других водорослей. Которые имеют соответствующую пластидную маркуру. Если бы во внешней группе, еще бы примыкали сюда, снаружи, различные цианобактерии. И таким образом можно составить вот такое деревце. Которое объединяет глукофитовых, зеленых и красных. Это артиокластины. У них по генетическим маркерам их компонент родственный. Нам трудно сказать, что предок у них был один и тот же. Что они от общего предка произошли. Но может быть. Это похоже. Поэтому, это гипотеза монофилии всех первичных. Вот здесь методирующих рукавов. Ну, конечно, Паулинелло не ходит. Или какие-то другие случаи независимые не ходят. Но все большие группы. Вот такая гипотеза об монофилии. А есть еще другие модели. У которых пластиды покрыты не двумя образом, а тремя или четырьмя. И обычно эта пластида, чаще всего, похожа на красные модели. Хронисты. 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 Потому что они родственники ахрофитов. И морфологический признак такая сложная. Так. Так. Покрыт большим числом мембран пластины. Ну, и мы видим, что они генетически группируются с красными и друг с другом группируются. Это гипотеза хронисты, она в течение многих лет оказывается такой очень важной. Сначала хронисты. Гипотеза хронисты. Потом гипотеза кромоальвеоля. Гипотеза о монофилии. После того, как стало ясно, что Апекопласт, Рудимен, Пластиды, Альвеоля удобно вписать в общую схему, то, по сути, для почти всех автотропных организмов можно представить общего предка. Но это гипотеза в настоящее время. Мы ее должны отвергнуть. Она не подтверждилась. Значит, хронисты или хромоальвеоляты, не существующие хронисты или хромоальвеоляты, их происхождение можно представить так, что гетеротропный хозяин поглотил уже фотосинтезирующего эвкориота, либо красную водоросль, либо зеленую, в отдельных случаях. Ну и получился такой фигенированный организм. Если при этом происходит массированный перенос генов в ядро окончательного хозяина, а он происходит, если он совсем массированный, то никогда не расшифрует историю этих симбиозов. Но насколько он массированный, это вопрос, который нуждается в мысли. И это статья менее чем полугодичной давности. Сейчас мы получаем инструменты к тому, чтобы это исследовать. Подробно об этой работе я рассказывать не буду. Выглядит картинка из этой работы страшна. Ну и потому что сама работа страшная и нечеловеческая. Если систематика, к которой мы привыкли, она должна быть рациональная, мы должны дать диагноз. Мы, если говорим слово «глаукофитовое», у нас за этим сразу образы возникают. Мы что-то можем рассказать. А если это будет слово «диатомовое», мы об этом еще больше можем рассказать. Мы можем очень много рассказать. А вот эта картинка получена из анализа одного миллиона эвкариотических генов по 55 полным эвкариотическим геномам. И 6 миллионов – прокариотических генов. Из этих миллионов генов отобрано 2500 кластеров по определенным правилам. И каждый кластер представлен чёрточкой. И это рационально представит в человеческих мозгах, ну в моих, по крайней мере, я не могу представить. Мы уходим от рациональной систематики, которая была… анестетика была рациональная. Это что значит? Рацион. Мы понимаем, мы говорим диагноз, мы понимаем. Теперь новая наука такая, что ничего не понимает. Но из этой сложной картинки можно видеть, здесь огрепленным образом выстроены ранжированные геномы эвкариотические. Так что это автодропный организм, это аркерпластиды, это габропии. А это акрофитовые, ну все сами, в том числе и гетеротропные. И видим, что сгущение кластеров происходит только в этой версии прокариотических. Это те гены, которые были перенесены в авкариотическом. Из этой сложной работы следует вывод, что переносов, горизонтального переноса генов из прокариотов в букариотов было не так много. Вот случай пластид, мы его можем детектировать. Случай метахондрии, несомненно, был, но мы его на этой схеме, на этом сереньком фоне, мы его не можем детектировать. Второй случай, который мы можем детектировать, это сходство архейных, архейных генов сентариотических. То есть горизонтальный перенос, о котором сотни статей, он, конечно, происходит, его можно детектировать. Но его роль может быть не такая большая, как можно было бы обсудить, потому что сотни статей про горизонтальный перенос и нет статей про вертикальный перенос. Потому что тоже будет публиковать статью, что мы обнаружили вертикальный перенос. А вот то не дело, что мы горизонтальны, но роль вертикального все-таки побольше будет. Ну, я больше на этой работе не буду останавливаться, тем более чересчур сложная. И теперь перейду к систематике, будем заканчивать и переходить к системе. И перед тем, как появились современные системы, вот я покажу старую с единичкой. Эта система в конце 60-х была предборжена уйтекером. Она также далека от современной рафинированной квадистики, как концепция человеческих рас Декеля в рамках политкорректности. Но, тем не менее, концепция уйтекера дала большое значение, мы ее сейчас раскрасим. Вот мы ее раскрасим. В основании как у Декеля являются манеры, и из одноклеточных вылезает группа растений. Вот вклад уйтекера был важен тем, что он показал аудитории, что эти царства животных и растений, они имеют корни среди одноклеточных. И корни эти мочковаты. Вот здесь к растениям хморофиты еще вроде бы и не растения, потому что они одноклеточные. А вот растения красные водоросли, бурые водоросли, они многоклеточные растения. И вот такая нелепость. Нелепость схемы уйтекера, это тоже не плохо, это нечто нелепое. За это можно зацепиться, об этом можно думать. А это вот современная схема, которую уже нелепую не назовешь. Это из статьи «Современная система». У этой статьи 50 с авторами за 3 года она уже, наверное, 500 раз процитирована. И через 3 года еще 1500 раз будет процитирована. И это рамки, которые научное сообщество поставлено. Мы все живем в этих рамках. Поэтому если что-то хотим сообщить, сообщаем таксон из этой системы. И все, там никто не придерется. Это вам как передавиться правде, на нее поможем ссылаться. Ну, 50 авторов и 500 ссылок за 3 года. Здесь рассвечены таксоны, где много автодромов. Ну, животных я не подсветил, но вообще, потому что мало. Это аналогичная схема, но она уже авторская. Может в детали чуть отличаться. Ну и такие много авторских схем. Вот тоже подсвечены. Подсвечены торсоны, где автодромные организмы встречаются. Если про всех про них не рассказывать, то даже по одной минуте. Ну, а такую вот мы нарисовали с Александром Петровичем несколько лет, уже 10 лет назад. В середине делает одну историю. Клодисика от нас требует, чтобы каждая дивергенция была динфлюкацией. Ну, может быть, здесь динфлюкация. Эта вот розетка жизни, не дерево жизни, потому что делает одну историю. Но в конце каждой веточки очень таксона высокого размера. Вот это вот апистопрозы, это все животные и все грибы в этой веточке. Здесь все гетерапонты, все альвеоляты и все резания. Форминиферы, радиолярия, малярийный плазмогин, ламинария, фугус, диатомовые. И все в этой маленькой веточке. Но какие-то веточки, может быть, представлены не таким гигантским числом грибом. Но они столь же большие сущности в рамках кевогенетики, как и перечисленные выше. И, может быть, на самом деле здесь проходит корень, потому что животные и ламозные альвобы сохраняют примитивное состояние по крайней мере по одному признаку. В организации генов синтеза пирамидинов гены тимидеват, синтазы и дигидрохуат, редуктазы у них в отдельности. Они выполняют разные ферментативные реакции и находятся в разных местах. А у остальных, у беконта, ну, у тех, у которых есть, у этих генов синтеза не тимидеватимы. Последовательные реакции выполняют один гигант. Они более... Продевок, может быть, можно в точку грифоркации поставить. Но, с тех пор, как мы с Александром Петровичем десять лет назад нарисовали эту розетку, там веточки гетераконки, ангелляты вязали, отходили отдельно. А сейчас они объединились. Они объединились, но появились некоторые новые веточки. Известный рост Тиванэма с XIX века известный. Его ранг был повыше. Таким образом, какие-то объединяются, какие-то объединяются ногами. И сейчас примерно дюжина таксонов самого высокого ранга, который самый высокий ранг может присутствовать. Их в какой дюжин убывает или прибывает. Вот, может быть, те, которые зеленым по 2 месяца объединены. Они, может быть, будут их монофилидой. Многие и признают их монофилидической группой. И, наверное, скоро будет доказано их монофилидой. И они, может быть, объединятся как сад. Объединились в единую букву. Так вот эти вот, фланта, растения в широком понимании, может быть, тоже скоро объединятся. Ну, розетка упростится. А вот на эту розетку мы отобразили автокрупный организм. И теперь я расскажу, постараюсь про отдельную группу на этой розетке. Вязание. Это гетеротропные почвенные жгутигоносцы, циркаванады или таукаванады, которые были открыты и описаны как таксон ранга отрядов. Это радиолярии, параминиферы, некоторые раковинные арёбы, с тонкими ножками. В общем, собрание организмов, которым невозможно дать диагноз. И среди них, паулинелла, фототропный организм, о котором мы говорили, хворорахмин, соединённая анастомозами амёба, которая не ползает, а вот в виде такой зелёной сеточки, хворорахмин, в зелёной паутинке живёт. И радиолярии, параминиферы, на которых живут диатомовые, вот они, яркие точки подсвечивающие, это симпиодиниум, диноплогиря, прошу прощения. И в целом, в этой группе, которая кажется гетеротропной, рассеянные носители цианелл, носители зелёных водорослей внутриклеточных, носители симпиодиумов, диноплогирян. И таким образом, этот аксон, у него как бы первичность, афлотропность этих хворонов, как бы выгрывает большие цианеллы. А вот гетероконты, это группа, где сосредоточено множество водорослей, от одноклеточных до ламинарии и фукусов. Как можно описать эвкариотическую жизнь самым кратким образом на Земле? Жизнь-то в основном материальная на Земле остаётся. Эвкариотов чуть-чуть, всяких там китов и баобабов не очень много, посажите, морковь. Вот, если, значит, описать двумя предложениями, то я бы это сделал так. Ну, афлотропная жизнь, это та органика, которую диатомеи не досинтезировали, и которую капипонты съели. Вот, ну, продолжение эвкариотической жизни. И вот акрофиты, часть которых представляет диатомовая, это вершина, вершина дерева, в корне которого примерно 10 последовательно отходящих гетеротропных, гетеротропных, таксонов, можно спорить, есть ли в геноме следы бывших фонодотропных эндосимбионов, у каких-то ломицетов, но фактически это всё гетеротропная форма. Среди них, правда, недавно написано автотропные траустыки, это антитремо и дифлопис, но симбионы, что у них, у них зооксантеллы, зелёные кодексы, и не у всех это только участие, а не виолятор. На втором месяце после диатомовой жизни, если мы уйдём из полярных и двореальных районов в тропике и ближе к берегу прижмёмся, в тропических генерических водах диноплагелях составляют основную, основными продуцентами являются. И половина из диноплагелях, половина мексотропные или гетеротропные, а половина фототропные, водоросные. Из этой половины 90% несут ещё типичную динофитовую приедининсодержащую пластиду, происходящую от родофитов. А остальные, вместо приедининсодержащих, какую угодно. Или от криптофитовых, или дяконовую просто водороску несут, или даже из зелёных ликвидобитов. И всё бы ничего, всё это в случае третичного или четвертичного симбиоза представить и описать. Можно, но очень сообразительно представить, что основной приедининсодержащий компонент существовал изначально. Тем более, что у споровиков родственников диноплаги, родственников диноплаги, рудимент, хвостиды. Но вот беда, что в основании мезозоа, споровиков и диноплаги нам надо поместить чистые гетеротропные формы. Мы не знаем, если гетеротропные бутиноконосы отходят в основании мезозоа, или в основании всех альгариев, ещё ниже, инфузоа. Возможно, два варианта. Какой-то из них неправильный, из этих стрелок. Ну уж, по крайней мере, не он. Так, я должен ускориться. Значит, если мы распределим красным, пометим, фототропные формы, режёточкой с прорывом с рудиментом пластины, а чёрным – гетеротропные. Вот так выглядит распределение этих форм на гетеротропные бутиноконосы. Ну и я думаю, что Денис Викторович, он 26-го числа после окончания конференции, но на что он такое? Вот, может быть, подробнее, у него налечат дохват о системе «Эвкариотов Гром», я думаю, что он будет рассказывать о своей недавней работе, о пластидах функционирующих или перешедших на другие диваны, не связанные с фотосинтезом по обрядам. Значит, сейчас мы перейдём к группам, так сказать, минорам, если основная периодическая фотосинтеза здесь и здесь была. Вот гаптофитовые, которых перенесли из гетеротропод. Они, правда, и сейчас. Это ламаж из спутника, а белые разводы – это белый прилип гаптофитовый. Они вот такие остаются массовыми и важными. И диметилсульфид, который они делают – это основание для конденсации пара и дальнейших облаков и дождя. Из них без гаптофитовых климат сильно изменимся. Но всё-таки в основном гаптофитовые воды где остаются? Сколько литопоридами они остались? В МИУ. В МИУ они, наверное, были важные, а сейчас самые важные где-то они. А сколько литопоридов продолжают, но в основном они вот здесь. Их, конечно, надо из гетеротропод отнести непонятно куда. Вот это теперь показывают здесь как отдельная сущность. А ещё им есть родственники, которых никто не видел. Они не такие массовые, как гаптофитовые, но всё-таки в пробах встречаются. И это отдельная сущность, как мы здесь видим – рапимонады, которых никто не видел. Вот здесь видите рапимонады, всюду пиктограммы нарисованы. А рапимонады не нарисованы. Их пикогилифитов тоже не нарисованы, пиктограммы. Вот эти группы остаются пока что загадочными. Их точно мы не можем приделать. Потому что данные противоречивы. То ли их надо гнить между собою, то ли иметь… Ну, это розетка, это неделя в жизни не морковка, а это розетка. Розетку мы должны исправить. Но эти группы, которые пока что самые сложные для исправления, пока что не поддаются исправлению. Вот мы здесь видим вариант, на котором объединены они криптофитовые и каптофитовые, как ровные. А фикогилифиты пунктирчиком рядом нарисованы. Красные линии – это предположительно фототропный образ жизни. А синяя граница – это утрата себе на себе. Ну, автор статьи Килин, он с большим трудом преодолевает концепцию хрониста и промальгаля. Поэтому ему хочется нарисовать предка, фототропного предка. Ему некомфортно гидротропа поставить в корень. Ну, вот прошло вот этой статье, наверное, 9-го года статья, а вот это вот, какого, 12-го. Прошло 3 года. Статья называется уже «Гопробия не монофилитичная». Вот на этом деле они распаются. Но если мы посмотрим, то все индексы небольшие. Вот те такционы, которые 25 лет назад я объем кружком, они остаются проблематичными. Это то, что точки означают полные геномы. Полные геномы есть, но мы их еще анализировать в полной мере эти полные геномы не можем. Поэтому из этих полных геномов пока какой-то пол генов вытащим. Но самое проблемное – это центрокениды, тионениды, фикобелефиты и где? В тот момент еще гоптопитовы тоже не было генома сиквинированными. Они продолжают оставаться малоизучными. И последнюю историю, которую я расскажу, это фикобелефиты. Статья, из которой эта картинка взята, называется «Взлет и падение фикобелефитов». Как предположительные автотрофы были разжалованы в гетеротропы. На этих четырех панелях четыре гипотезы о положении фикобелефитов. Фикобелефиты – это массовый компонент микроскопического планктона, самого маленького – фикобелефитов. И вот если их взять, то там найдутся выделить ДНК из плантона, распонировать, секвинировать отдельные клоны. Там найдутся клоны, которые занимают изолированное положение – фикобелефиты. Почему они так называются? Потому что если сделать зону на этот ген специфический, прогибридизовать, то можно увидеть клетки. Точечки. Точечки в крови, с которыми гибридизуется флуоресцентный зон. И если эти точечки как-то еще подробнее рассмотреть, то видно, что они обладают флюоресценцией, аутофлюоресценцией. Такой, как красная водка. Поэтому думали, что вот эти точечки, два микрона, они родственники криптофитовых, и они содержат эвкалиотического эндосимбионта с нуклеонодом. Что они родственники криптофитовых. И вот эти вот загадочные тыкобелефиты, их 10 лет никто не мог до них добраться. И вот применяли какую технику? Применяли. Это уже СИД современная техника. С помощью клеточного сортера была отобрана одна клетка, два микрона. Из нее вытянут ДНК из этой клетки. И проведена полногеномная амплификация. И после этой полногеномной амплификации уже можно работать микрограмм ДНК. Она была передана на геномное секвенирование по методике 4-5-4. Из чего было создано 5 мегабастов. Или в другом случае на иллюмину из которых было создано 28 мегабастов. 28 мегабастов это вообще нормальный геном. Ну или четверть генома, или 5, или 20 процентов генома. Или 10 процентов генома. Ну целого генома, мы не знаем. И удивительно, что среди этих генов не было найдено вообще никаких белков, которые бы связаны были с фотосинтезом геном, которые вкодировали белки, связанные с фотосинтезом. Которые можно было бы поднести к Василию. Но была такая загадка. А вот еще авторы указали, что некоторые, они специально приумноженные нашли в базах фитобенефитов, которые на апатической зоне, на губине вылечены. Большинство, если бы увидели, 5 метров, 15 метров, 5 метров, 1 метр. С поверхности взяты. Но некоторые с губины. Поэтому подозрения возникло, что они, может быть, и не фототропы. И два года назад поймали первых, изучили или культуру фитобенефита. Оказалось, что он ветератур. А как вы вводили культуру? Я это показываю ради нижней картинки. Вот это вот на сортере разъявленные клетки. Эти, которые маленькие, еще они метатрекером были прокрашены на метафонах. Оказывается, мы потом уже видим, мы сейчас знаем, что большая метафон для относительно всей клетки. Отдельные клетки из этой фракции анализировали на ПЦР с помощью специфического фитобенефита проекта. И установили, что фитобенефиты локализованы в этой области получаемой фракции от клеточного соктора. И после этого мы взяли отдельные клетки из этой области разделения и пытались из них получать культуру. В конце концов, нашли культуру, получили культуру, которая давала положительный сигнал. Это оказались фитобенефиты, первые фитобенефиты. Все, я завершил. Благодарю за внимание, прошу.